Вечер, рабочий день у большинства горожан окончен, но не у судебных приставов и сотрудников Тверской генерации, которые совершают обход тех, кто задолжал за услуги по отоплению и горячему водоснабжению. В доме по улице Бабкова проживают сразу несколько человек, чьи долги составляют от 30 до 80 тысяч рублей. Некоторые из них не платят за отопление годами. В ходе рейда удалось обойти 12 квартир. С должниками проводили беседу, оставляли требования о явке, чтобы они явились на прием к судебному приставу. И далее отобрать объяснение у них, по каким причинам они не оплачивают задолженность. С начала года с помощью судебных приставов Тверская генерация сумела взыскать долги с 227 жителей. Но этого мало. На сегодняшний день в должниках у компании числятся почти 15 тысяч человек. По некоторым из них суд уже вынес решение. А это значит, что совсем скоро судебные приставы постучат в двери их квартир. На данный момент у судебных приставов находится порядка 200 дел на общую сумму 13 миллионов. В отношении около тысячи должников наложен запрет на выезд за долги по отоплению и горячей воде. К слову, запрет на выезд за пределы страны – это далеко не единственная ограничительная мера, которую могут предпринять в отношении должника. Есть и другие, не менее действенные. Запрет на регистрационные действия недвижимости, транспортного средства, обращение на счета, также обращение на доходы по месту работы должника, либо получение пенсии. Общий долг потребителей перед Тверской генерацией огромен – 477 миллионов рублей. Это те самые средства, которые можно было бы вложить в ремонт теплотрасс и модернизацию котельных. В компании призывают жителей не накапливать задолженности, подчеркиваю. Своевременная оплата за потребленные ресурсы – это, как бы банально ни звучало, залог стабильной работы основной теплоснабжающей организации региона. Юрий Бумбур, ТВ Тверь.